Так, ну что, все работает, меня слышно? Мне слышно только эхо, мне кажется. И здесь работает. Меня зовут Анастасия Режеп. Я являюсь главой дизайн-студии компании DateArt. Мы в дизайн-студии занимаемся проектированием и дизайном интерфейсов самой разной сложности и разной направленности. Я сегодня хочу немножко рассказать про методологию Lean UX и дать несколько техник, упражнений, как этим всем пользоваться. Вообще, я смотрю, в UX многие разбираются. Дима уже тут рассказал примерно половину моего доклада, мне кажется. Но мы будем считать, что повторение – это мать учения. Будем закреплять пройденный материал. Собственно, какая у нас очень часто возникает проблема. Особенно, если к нам приходит клиент, например, со стартапом. У него есть какая-то общая идея, а конкретику он не может придумать. То есть он точно не знает, какие функции добавить в продукт, какие убавить, чего мы хотим добиться. И наша цель – ему в этом как-то помочь, разобраться. Почему Lean? Я не нашла какого-то устойчивого перевода именно этого термина на русский. В принципе, с английского это переводится как «тощий», «худой», «постный» и так далее. Смысл в том, что есть несколько моментов, на которые мы обращаем особенное внимание, когда мы пытаемся следовать этому самому Lean UX. Во-первых, мы создаем MVP – Minimal Viable Product – минимально жизнеспособный продукт. Работаем короткими итерациями, не затягиваем. Постоянно тестируем наши предположения на пользователях, если что-то идет не так, чтобы мы могли быстро откатиться назад и поправить. И очень важный момент, что мы работаем командой. Не должно быть такого, что отдельно где-то сидит разработчик, разрабатывает свое, UX-ер проектирует что-то. Постоянно должен идти какой-то пинг-понг, обмен мнениями и задачами. Тут вот я сделаю отдельный акцент на этом самом термине MVP. Что это такое? Мы берем наш какой-то тощий продукт, при этом надо отметить, он должен быть тощий, но он не должен быть анорексичным. Он должен быть действительно жизнеспособным, в нем должны быть необходимые функции, чтобы кого-то заинтересовать. И постепенно мы на него наращиваем жир, мясо, мышцы, у кого что он нарастет. И постепенно он становится все больше и больше, и все больше пользуется успехом на рынке. Так мы рассчитываем, по крайней мере. Ну и хотя он у нас лин, на самом деле сам процесс довольно развесистый. Вот примерно фазы у меня написаны на экране, в них нет никакого секрета. Сейчас это все больше и больше популяризируется. То, что мы должны сформировать видение, задачи, роли пользователей, их задачи и цели. Делаем в аэрфрейм и прототипы, тестируем, начинаем все сначала. То есть сейчас так работают очень многие уже. Вот. Но тут мы сталкиваемся с первой проблемой. Частично вот ее, как я уже говорю, с Димой вы обсудили. То, что зачастую мы очень быстро перескакиваем в пространство решения. И начинаем уже в нем болтаться и что-то делать. Нужно этого избегать по мере возможности. Причем это происходит не только при разработке каких-то приложений. Это и в жизни очень часто случается. Я сейчас расскажу историю. Она достаточно известная, но тем не менее хорошо иллюстрирует. Про космическую ручку. В 65-м году компания NASA дала заказ на разработку ручки, которую астронавты смогут писать в условиях невесомости в космосе. И компания Fisher, в лице даже ее основателя и владельца товарища Фишера, он вложил свои собственные деньги, много денег. Они потратили год на исследование, они разработали эту самую ручку. Ее можно сейчас купить в канцелярских сувенирных магазинах. Получилась такая вот спейс-пен, и действительно ей можно пользоваться в космосе. В это же время советские конструкторы и ученые сделали свое решение. Но я вижу уже, что все знают, какое. Вот это, значит, русская космическая ручка. Тут плохо видно, но это простой карандаш. Прелесть этой истории в том, что она как раз очень хорошо показывает, как первые люди были в области решения, а вторые люди были в области проблемы. Для начала здесь нужно было сформулировать проблему. Проблема заключается не в том, что нужно разработать ручку, которая пишет в космосе, а в том, что космонавтам нужно иметь какое-то средство, чтобы документировать свои наблюдения. И решения тут могли быть совершенно разные. Это вообще не обязательно должен быть пишущий инструмент. Но вот тем не менее, это случается у нас сплошь и рядом. Как с этим бороться? Нужно исходить из правильных посылов, правильных вопросов. Про вопросы я вчера очень смеялась, потому что сейчас в Москве проходит большая юиксерская конференция. И в юиксерской группе в фейсбуке появился, мягко скажем, саркастический пост на тему того, что на конференции первый докладчик выходит, говорит, учитесь задавать правильные вопросы. Второй докладчик выходит, говорит, надо задавать правильные вопросы. Ну да, это в общем общее место, надо задавать правильные вопросы. Главное, что нам не нужно сразу думать, как мы будем что-то делать. Нам нужно уметь переключить голову на то, что мы делаем и зачем мы это делаем. Элементарный пример у Димы был с кнопкой, но вот это действительно так часто происходит. К нам приходит клиент, например, говорит, у меня приложение как-то плохо скачивается, я думаю, нужно сделать другой лендинг. Вот я посмотрела, у людей красивые лендинги с анимацией, с красивыми фотографиями. Сделайте что-нибудь такое же. Мы не успеваем оглянуться, у нас уже пять дизайнеров сидят, рисуют анимацию, ищут картинки. Проблема, может быть, вообще в другом лежит. Вполне может быть, что ему нужно что-то добавить в его приложение, чтобы оно стало пользоваться успехом. И тут я вот перехожу к следующему своему упражнению. Как нам решить, что нам добавлять, а что нет. Я его назвала «Найти восхититель». Это у меня такой псевдорусский язык. И дальше я покажу умную схему. Это единственная умная схема в моей презентации. Больше тут ничего подобного не будет, но без нее сложно обойтись. Объясняю эту технику. Японец Наряки Кано лет эдак пятьдесят назад разработал теорию о том, что у любого продукта все его качества и функции делятся на три категории. Наверху я их обозначила по-английски, просто по-английски это звучит более емко, как обычно бывает, и сразу отражает суть. Но если говорить на русском языке, то это основные базовые качества, ожидаемые качества и привлекательные. В чем тут разница? Основные качества у продукта должны быть. То есть без них он просто никак не заработает. Если их не будет, то удовлетворенность пользователя резко упадет, и просто никто это не будет приобретать. Ожидаемое качество можно и нужно улучшать. То есть если вы их как-то увеличиваете в нужной прогрессе, улучшаете, то тогда удовлетворенность тоже растет плавно. И третье – это вот эти самые восхитители. Это то, чего пользователь вообще, скорее всего, не ожидает увидеть, но если он это получает, то он может ужасно обрадоваться, и его радость будет до небес, и все будут пользоваться исключительно вашим продуктом. В качестве иллюстрации у меня будет модель Кана на примере свиньи-копилки. Одно из ее базовых качеств – это то, что у нее должна быть щель, в которой мы кидаем деньги. Если ее не будет, то мы можем ее украсить, не знаю, стразами сваровски покрасить в лучшие цвета, все равно ее никто не купит, по крайней мере, в виде копилки никто ей не заинтересуется. Ожидаемое качество. Что мы можем сделать с этой свиньей, чтобы она стала лучше? Мы можем корректировать размер, например. Она может быть больше, у нас в нее поместится больше денег. Мы можем изменять размеры отверстия, в которые мы кидаем монеты, сделать его максимально удобным. Людям это будет нравиться, они будут покупать. Ну и восхититель, например, когда мы кидаем в нее монету, она будет хрюкать, и это будет приносить нам невероятный восторг. Что нам с этой информацией все делать? Ее на самом деле очень удобно использовать для анализа конкурентов. Потому что обычный анализ конкурентов, как мы делаем, мы выбираем несколько, допустим, если речь идет о приложениях, выбираем несколько похожих, в столбик пишем функции, которые там есть, и ставим галочки, у кого что-то есть, у кого чего-то нет. И сравниваем. Что чаще всего встречается, то, видимо, наиболее популярное и важное. Это, в общем, сам по себе неплохой инструмент, но если мы классифицируем все эти функции, разделим их на три категории, то будет еще лучше. Я вот для примера, мы в дизайн-студии с лета ввели производственную гимнастику. Чтобы этим более успешно заниматься, нам, естественно, понадобились какие-то приложения для айфона, мы скачиваем, которые дают возможность сделать вот такую маленькую, минут на 10-15 разминку. И я примерно их засунула в эту табличку. Что может быть у этих приложений основными качествами? Там должны быть видеоописания упражнений, возможность их комбинировать, создавать новый сет, и обязательно должен быть какой-то таймер. То есть, например, без таймера это приложение достаточно бессмысленно, им просто настолько неудобно пользоваться, что никакой радости в нем нет, что бы вы еще в него не добавили. Ожидаемое качество – это, собственно, количество видео и сама интересность упражнений, которые предлагаются. Их вот тоже можно все подсчитать, разделить, посмотреть, у кого что. Ну и наши восхитители. Например, есть такое приложение Lazy Monster. Там все упражнения показывает анимированный монстрик. И это то, что нас очень радует. Больше, на самом деле, в этом приложении ничего хорошего нет. Там упражнения простые, и их не очень много. Но вот именно за счет монстрика оно работает. И вообще я должна сказать, что вот эти вот привлекательные качества, особенно в области мобильного строения, они очень часто лежат где-то в рамках дизайна, UI. Это то, что часто помогает взлететь этому самому приложению. Но тут, значит, следующий вопрос. Как нам придумать эти самые восхитители? Это не всегда бывает просто. Для этого я подготовила упражнение «Волшебная палочка». Мы просто садимся и брейнстормим. Мы представляем себе наш продукт в каком-то мире, в котором нет ограничений. Не сдерживаем никак свою фантазию, вообще не думаем. Ни о разработчиках, ни о технических ограничениях. Просто придумываем все, что придет в голову. И на самом деле из этого, с некоторой вероятностью, мы сможем потом вытащить рациональное зерно. Я взяла нашу физкультуру многострадальную и так на ходу подумала, чего бы мне могло от нее хотеться. Ну, тут я брейнстормила в одиночку, поэтому, может быть, не настолько у меня фантазии оказалось много, но тем не менее. Вот я бы хотела, чтобы оно мне говорило, например, голосом Брэда Питта и подставляло музыку из каких-то любимых фильмов само, ставило меня в планку, когда видят, что я ничем не занимаюсь. В общем, чтобы как-то оно так интеллектуально со мной работало. Мы вот это все придумали. В принципе, мы можем дальше из этого что-то вытянуть. То есть мы можем договориться, например, с сайтом Кинопоиска, что он будет давать сигнал в наше приложение. Оно будет знать, что мы вчера смотрели. В принципе, если у нас хорошие инвесторы, может быть, мы сможем договориться с Брэдом Питтом, чтобы он записал нам озвучку. Вот. И, значит, мы это все сделали. У нас уже есть какой-то набор функций, которые мы придумали. И мы считаем, что он, наверное, сработает неплохо. Что мы можем с ним сделать? Вот мы можем сделать это самое дымовое тестирование на лендинге, как я его назвала. Мы ничего еще не разрабатываем. Мы берем просто наш продукт, рисуем для него какую-то домашнюю страницу. Перечисляем те функции, которые мы придумали. И проверяем конверсию. То есть мы ставим кнопку, например, подписаться на новости. Или можем развернуть эту идею, сделать несколько вариантов планов и подписок. И посмотрим, сколько людей зашли на страницу. Кто из них нажал на кнопку «Хочу узнавать новости о плане А за 10 долларов», а кто нажал на план Б за 50 долларов. Мы смотрим, соответственно, цифры, смотрим конверсию, проверяем, если что, то что-то корректируем. Мы вот сейчас нечто похожее собираемся сделать с нашей финансовой практикой. Как раз-таки через пару недель запустим лендинг, где они описывают концепты своих финансовых приложений для молодежи. И у каждого приложения будет стоять кнопочка «Request demo». Ну и мы посмотрим, собственно, кто и сколько людей захотят посмотреть на это демо. Во всем этом есть, конечно, важный момент, что все эти штуки, все равно их нужно делать, предварительно сделав какую-то работу с пользователем и клиентом. То есть совсем все это выдумывать из головы не стоит. У вас должна быть какая-то база знаний, которые вы изначально насобирали. Но вот если проходить через какие-то такие этапы, то есть некоторая вероятность, что откроются чакры, и голова заработает в лучшую сторону. Но если не заработает, то не повезло. Вот, значит, что я сейчас упомянула, что мы должны уметь выходить из пространства решения, задавать сразу правильные вопросы, что, а не как, уметь делать классификацию функционала, уметь работать волшебной палочкой и тестировать то, чего еще не существует на свете. На этом, мне кажется, у меня внезапно закончилось все. И почему-то я потратила 15 минут вместо запланированных 25. Но зато есть некоторый шанс, что я смогу ответить на вопросы. Сложные вопросы не задавайте. Задавайте простые. Нередкие случаи, когда проекты перенасыщены очень классными этими всякими свойствами, которые, на самом деле, мало кто использует. Вот есть ли какие-нибудь формальные признаки того, что хватит наращивать уже на этот тощий проект сало и жир? Формальные признаки чего? Формальные признаки того, что достаточно уже наращивать функционал или какие-нибудь плюшки на проект? Ну, вы всегда, если у вас уже есть продукт, вы всегда можете, опять же, заняться опросами. Вы можете посмотреть, как им пользуются. И если вы видите, что какая-то функция уже не пользуется успехом, то просто ее или удалять. Ну, я думаю, что тестирование – это вообще наше все в это время. То есть без него сложно, конечно. Ну, и если у вас уже продукт существует, то вам гораздо проще. Если есть база клиентов, то вы просто можете закидывать какие-нибудь опросники, например. И они вам много чего расскажут, скорее всего. А как понять, что пора выходить из области проблемы и переходить к самому решению? То есть... То есть как... Ну, в какой момент понять, что пора переходить к техническим решениям от области проблемы, то есть задавать вопросы уже как, вместо что? Ну, я понимаю, да. Ну, смотрите, вам же нужно просто правильно проблему сформулировать. То есть как бы докопаться до сути проблемы. Ну, опять-таки, это все делается с помощью каких-то бесед или наблюдений за пользователями. То есть мне кажется, что здесь нужно просто включать голову и понимать, что... Вот как в случае с красной кнопкой. Вы должны сами суметь сообразить с помощью вот этих вот всяких опросов и прочего, почему людям может хотеться красную кнопку и от этого уже писать. Ну, не знаю, отвечает ли это на ваш вопрос. Надо вообще подумать. Говорит она, да? В продолжение к предыдущему вопросу. А как часто по вашему опыту случались ситуации, когда вы придумали классное что, а разработчик потом сказал, что он не может это сделать, как? Ну, у нас это случается не так часто, потому что мы просто сидим в среде разработчиков и мы, конечно, обычно сразу примерно спрашиваем, что можно сделать, а что нельзя. То есть мы вот так как раз-таки в вакууме не работаем. Но вообще это тоже, да, проблема. То есть если, например, UX идет отдельно от разработки, то очень легко придумать что-то, что никто потом не сможет запилить. Здравствуйте. Личный проволок кинопоиска. Я ничего не услышала, как обычно с этим странным микрофоном. Это я слышала как раз. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы можете как-то прокомментировать типичный проволок кинопоиска на той неделе? Мне, по-моему, нужно... Проволок кинопоиска? Проволок кинопоиска? Ну, я могу, да, прокомментировать. Нет, на самом деле я очень довольна всей этой ситуацией, потому что благодаря всей этой шумихе я узнала, что там масса интересных функций, которыми я не пользовалась. А теперь я знаю, что они там есть и очень рада. Вот. Но, в принципе, да, об этом, в общем-то, все написали. Они просто взяли и убили половину функционала, которым люди уже пользовались. Ну и плюс к этому, что, в общем, тоже немаловажно, что у них в те первые два дня, когда там они успели в новом виде поработать, у них же ничего не работало толком. То есть даже если бы это был вообще просто прекрасный сайт, но там ничего не загружается, в нем смысла никакого тоже нет. Это, кстати, к вопросу ожидаемых качествах. Ну, что касается меня, например, то мою любимую функцию с кинопоиска они в новой версии куда-то дели, потому что я фактически им пользовалась для того, чтобы зайти и прочитать рецензии каких-то любимых рецензентов из СМИ, и они почему-то ее устранили или куда-то запрятали, не знаю куда. То есть чем они руководствовались, я точно не знаю. Но действительно там проблема в том, что они просто почему-то не итеративно, а разом поменяли все, убрав половину нужного. Конечно, так делать не стоило. Я уверена, что если бы они понемножку добавляли, в общем-то любые изменения, они ведут к тому, что будет где-то половина недовольных, но тут просто, мне кажется, довольных не было. В этом беда. Анастасия, скажите, пожалуйста, а как вы исключаете вероятность того, что пользователь потенциально щелкнул на лендинг-пейджа просто для того, чтобы посмотреть, что это такое? Он не готов эту функциональность купить? То есть как определить вот этот момент? И по вашей практике, насколько часто, ну, насколько релевантны эти данные, которые вы получаете таким образом, бесплатно фактически? То есть насколько они отражают реальную потребность пользователя в данной функциональности? Спасибо. Мне кажется, у меня вообще проблемы с этим залом и слухом. То есть вопрос в том, что как... А, вот так гораздо лучше, кстати. Ну, это уже мы определим, мне кажется, на практике. Все равно какой-то процент из тех, кто щелкнул, скорее всего, останется. Там, ну, наверняка, есть какая-то статистика, я вот сходу не скажу. Точно так же, как, допустим, на конференцию зарегистрировалось 400 человек, все ожидают, что придут 200. Ну, вот здесь похожая история. То есть если у нас все-таки щелкнуло 3 миллиона, кто-нибудь докупит. Здравствуйте, спасибо за доклад. Скажите, как по-вашему, сколько должно времени занимать процесс построения UX-дизайна и как у вас этот процесс вообще построен? Спасибо. Ну, время сильно зависит от, собственно, того, что мы проектируем. То есть что-то небольшое вообще желательно, конечно, сильно не затягивать. Если мы будем проектировать два года, то понятно, что за это время просто изменится обстановка в мире. То есть могут, ну, может дойти до того, что вообще новые какие-то девайсы, как вот Apple Watch, выйдут. Вот. Поэтому, в принципе, это должно быть достаточно быстро. Если это какое-то небольшое мобильное приложение, то мы стараемся уложиться, скажем, в месяц-два. Если это какая-то развесистая система, там получается подольше. Ну, например, месяца три. Но, в общем, больше, чем несколько месяцев этот процесс занимать, конечно, не должен. То есть все равно нужно переходить к разработке и уже смотреть, что у нас получается. Продолжение следует... Здравствуйте. Тут и там. Или надо, чтобы какая-то функциональность была, или, может быть, тестирование повторять периодически? Я ничего не слышу. Давайте мы будем играть в испорченный телефон, передавать по рядам. А так слышно? Так лучше, да. На каком этапе должно быть приложение, чтобы проводить домовое тестирование? На этапе, когда вы придумали общую канву, то есть, когда вы придумали весь функционал и примерно, например, начали набрасывать прототип, то есть, желательно, конечно, чтобы у вас еще и какие-то эскизы на этом лендинге появились. Ну, а сможет ли пользователь, ну, тестировщик, оценить функциональность, когда будут везде заглушки, с током, как бы, ничего не будет работать? Работать? Что? Должна быть какая-то функциональность, правильно? Приложения для этого и создают. Ну, для дымового тестирования функциональность у вас она еще вся только пока в голове. И в виде прототипа. Но вы говорили... А еще ничего не работает. Вы говорили про то, что, там, проверить, кликнет ли пользователь, там, купить за 5 долларов или за 10, да? Но он же пока не может оценить это. Куда-то прийти. Хотя мне велели сюда не ходить. Ну, может ли пользователь понять, за сколько бы он купил это приложение, если еще функции базовые нереализованы? Или очень примерно, так, с вероятностью какой-то? Не, ну, смотрите, он же видит примерно, что ему предлагается. Вот как в нашем случае, допустим, с этой кнопкой реквест демо. В общем-то, там уже есть что-то нарисованное. То, что делает вид, что как будто бы оно есть. То есть оно дает достаточно для того, чтобы понять, что примерно вы получите на выходе. Понятно. Спасибо. Мне кажется, я, может, просто к вам приду. Если, значит, пользователь не имея реальной функциональности, вы можете рассматривать саму функциональность, тогда как вы избавляетесь от промышленных же продажей? То есть вы еще не разработали функциональность, но уже показали примерно, в каком направлении ваши мысли идут, но находитесь на том же этапе, что и человек, который из другой компании посмотрел вашу функциональность и начал ее разработать. Я же сказала не задавать слишком сложные вопросы. Вопросы, связанные с деньгами. Да, но это хороший вопрос. Ну, просто я честно скажу, что у меня нету на него ответа вот так вот. То есть я могу, конечно, сходу чего-то напридумывать, но не могу сказать, что я сильно над этим задумывалась на самом деле. Но это правильная мысль, да. Я на самом деле же, после того, как посмотрела сериал «Кремниевая долина», мне его хочется цитировать вообще во всех местах, и там как раз-таки именно эта ситуация описывается. Но там у них хэппи-энд, все хорошо произошло. Никто не смог так разработать, как они. Здравствуйте. А какой вопрос был? Вы просто... Что? Я просто не слышал вопрос, но вы сказали, что это хороший вопрос. Никто практически не слышал, наверное, кроме рядом сидящих. Вопрос, как бороться с промышленным шпионажем. Если мы показали наше демо, как нам быть, чтобы никто не повторил? У меня есть еще вопрос. Что было до лендинг-пейджа и что будет в будущем? Что придет на смену лендинг-пейджу? Ну, на смену лендинг-пейджу придет, собственно... Допустим, если говорить о нашей финпрактике, придут реальные приложения, как мы надеемся, если ими кто-то заинтересуется. Сейчас у нас есть только концепты. Они или в форме картинок просто, множество картинок, ну и связей между этими картинками, или там что-то немножко разработано так, чтобы оно так примерно выглядело как настоящее. Это вот тот этап, который у нас сейчас. Ну, а потом из этого сделают нечто. Спасибо большое. Добрый день. Дополню вопрос, который был через один до. Вы пользуетесь лендинг-пейджем для того, чтобы оценить аудиторию, которая способна приобрести ваш продукт. Как часто, что после того, как вы получаете результаты вашего лендинг-пейджа, вы сворачиваете продукт? Ну, я не скажу, что часто, потому что не то, чтобы мы прямо вот часто этот метод используем. Но, в общем-то, если, конечно, никакого отклика нет, то бывает такое, что мы не продолжаем, потому что просто нет смысла. А пользуетесь ли вы таким инструментом для того, чтобы ввести конкурентов не в то русло работы? Я здесь так себя одиноко чувствую, ничего не слышу, все веселятся. Я могу повторить вопрос. Часто ли вы пользуетесь этим инструментом для того, чтобы ввести в заблуждение конкурентов? Ну, это очень хорошие инструменты, чтобы ввести в заблуждение, на самом деле. Я их искренне рекомендую. Я с вами соглашусь, но хотелось бы все-таки услышать хотя бы уклончивый, но ответ в сторону именно, как часто пользуетесь этим вы. Не, ну смотрите, они вообще все достаточно полезные. И главное, ну вот как на мой взгляд, они позволяют вот все эти штуки вам самому лучше настроиться. Потому что мы реально очень часто плутаем во тьме. То есть у нас вот приходит клиент, он говорит, что я хочу новую соцсеть. Это вот самый популярный вариант. Все хотят новую соцсеть. В чем заключается эта новая соцсеть? У него какая-то чисто абстрактная идея. И если как-то не начать раскладывать все по полочкам, то очень тяжело. Потому что получается, что просто все сидят, как бы что-то там брейнстормят, обсуждают и выхватывают какие-то пуски из этого обсуждения. То есть вот на мой взгляд, если немножко это расписать в какие-то таблички подобные, то это помогает. Спасибо. Спасибо.